Государство выделило землю под строительство интердома, и Елена Дмитриевна Стасова, как член правительства в то время, и председатель российского отделения международного общества МОПР, мировой это Клара Цеткин, а российская очень крупная, а потом 1933 год, передовое социалистическое государство. Мы всем должны показать пример и подстроить под наши знамена. Так вот, когда государство выделило эту землю, 4,3 квадратных километра на Иванской земле, и Елена Дмитриевна, как председатель МОПРа, и член правительства подписывает указ, разрешить, но это же государственная земля, понимаете? Ни метра не прибавилось. Было два здания. Основное, вы увидите его макет, и жилое, небольшое здание. Сейчас их 11. Ни метра не беря у города. Земля в пожизненном пользовании. 11 самостоятельных зданий. Все это закончилось строительство нового комплекса где-то в 88-м, 89-м, 87-м году. Ну, понимаете, что не в один день все это открыли. Так вот, когда мы открывали так называемый мраморный зал, вот я его окрестила, в то время работала с заместителем директора по воспитательной... Я вообще сюда пианировожатый пришла. С заместителем директора по воспитательной работе. Мы открывали. Ну, какой школе положено? Нержавейка, мраморный зал. Теперь, извините, ведь это не современные пластпакеты. Это же, видите, алюминий и стекло определённое. То есть это авангард строительства. Чего говорить? Архитектор группы строила Минвуз, возглавляла группу архитекторов. Марио, испанец по национальности, который воспитывался в Ленинграде. Это военные события 1936-1939 года. Интербригады. А вы знаете, что интердом до сих пор интербригады. Так вот, в то время испанцев перевозили сюда. Не во время даже войны. Во время войны невозможно было привезти ребёнка. Но всё-таки привозили. Это Санкт-Петербург, это Симферополь, потому что тёплое место. И Иваново. В это время мы воспитывали 221 испанского ребёнка здесь был воспитан. И вот когда Марио проектировал, а он был здесь у своих друзей в своё время, когда был студентом, и вот когда он проектировал, вы же видите, размахи-то не российского строительства, правда? Их специальное было постановление Центрального комитета партии, потому что 87-80, на что рассчитывали? Конечно, что мировое революционное движение будет шириться. И сюда приедем, и будут дети воспитываться, обучаться разных стран мира. Всё это должно было расширяться, и построили вот такой дворец, можно сказать. Но когда к нам приходил кто-то из членов Российской Федерации, вошёл, допустим, даже Астахов это сказал, он вошёл, а у нас вот эти вот светильники были включены, он вошёл, говорит, красивее, чем в Государственной Думе, это точно. И вот по мраморному полу мы это назвали мраморный зал. Вот то, что вы видите на стене, это уникальная роспись с цветным песком. Эскизы для панно создавали наши дети, художники. Мы теперь знаем, кто эти художники. Правда, один, по-моему, остался в России, остальные все. Так вот, представьте, сколько ванночек с песком здесь стояло, всё это смешивалось, и лопаточкой наносилось. Здесь, с 88-го года, здесь солнце, там солнце, ничего не выгорело. И под ними стоят 90 флагов, потому что из 90 стран мира здесь воспитывались дети. Вошёл китаец, мы оставляем китайский флаг. Вошла Канада, мы канадские флаги. То есть здесь флаги всех стран. Конечно, очень приятно бывшему воспитаннику войти и увидеть флаг Греции. Но ведь сегодняшнее пацаньё, они знают каждый флаг. Вот что важнее. Они знают, где греческий, где Туркмения, где Сирия, где Канада и так далее. Когда мы открывали этот зал, летом я услышала в исполнении Юлиана, популярного певца, песню Пахмутовой «Русский вальс». И там есть такие слова «Вновь я вхожу в мраморный зал, русский вальс». Мы тут же вывели на экран. Вот он когда-то работал. Это, знаете, жёлтыми кнопочками, как на вокзале, да? Там были слова этой песни, звучало. Все, кто входили, моментально вставали в круг вальса. Ну, это так естественно, понимаете, это не репетированный... И тогда все журналисты написали, что Александра Пахмутова специально для интердома написала песню «Русского». Это было совпадение. Но здесь вы видите ещё мемориальная доска. Она у нас очень-очень долгожительница. Мы её открывали в 1975 году. И тогда были одни имена, а теперь добавлено. Здесь и болгары, и поляки, и евреи, и кубинцы. И наши ребята, когда подходят к ней, я их прошу, приложите ладонь. Олег, приложите ладонь. Холодная, потому что их нет с нами. Именно с нами, а плита холодная. Но наша плита, мы её будем расширять, потому что сегодня уже 22 имени мы знаем. У нас есть «Альманах», 365 страниц формат журнальный, где мы исследуем и продолжаем эту следоплитскую работу. А вы не помните, но в пионерской работе было такое движение. И пионерским отрядом присваивать имена каких-то героев. Я вот сюда пришла в 1968 году, у нас был пионерский отряд Чапаева. Ну, это Ивановский группа. Я, правда, не знаю, на чём воспитывать, на том, может быть, картошку правильно раскладывать на столе. Не знаю. А у нас эта идея появилась у ребят, у моих ребят. Когда я стала слышать о том, они там говорят, «Милкары Кабрай», например, «Густению Нета». И я понимаю, что тут люди, это мы их видим на экране телевидения в 60-х годах. Оказывается, это дядька, который к ним в дом приходил. Оказывается, Патрик наш прятал Луизиса Карвалан. Когда всё это мы узнали, когда решили, что отряды будут носить имена национальных героев. И у нас был один из первых отрядов, Энрико Вилара. Это кубинец. Энрико Вилар. Три кубинца в форме советских офицеров были участниками Великой Отечественной войны. Все это наши интердомовцы. Ведь когда началась Великая Отечественная война, интердомцы очень хотели попасть на фронт. Вы представляете, если у Георга Николаиди в Греции растерзали отца, погибла мать в тюрьме, конечно, ему хотелось пойти на фронт, освободить Грецию, отомстить за своих родителей. Не получалось, потому что они были иностранцы, а война велась с Советским Союзом. И только в 1942 году Сталин издал приказ демобилизовать иностранную молодежь, пропустить их через военные училища, чтобы они заняли свое место. И поэтому Тереза Мандини, например, стала разведчицей на территории Родины Италии. И так далее. Так вот здесь имена ребят, которые пошли на фронт, добровольно шли на фронт. Три кубинца в форме советских офицеров. Двое из них прорывали блокаду Ленинграда, Невская-Дубровка, если вы знаете, это кровавое место. Мы там бываем ежегодно и снова едем 13 июня, потому что там могила Альдо-Виво, одного из братьев. И мы все знаем. И возим оттуда, ну, просто язык не поворачивается, назвать это экспонатами, а везем оттуда то, что можем найти на месте этих сражений. Так вот, все трое закончили войну и были награждены орденами первой степени. Это почти герои Советского Союза. Инрико Вилар, мальчик-кубинец, за 40 дней до победы погиб на польской земле. И мы все знаем о том, как это было. И мы еще когда-то списывались с польскими пионерами. И мы знаем, что есть там школа имени Инрико Вилара. И мы туда, в мастерской, ребята на токарном станке выточили деревянный снаряд. Нам поляки прислали землю с могилы. Мы туда ее вложили. Таких снарядов было двое. Один из них, и с пленкой, с голосами ребят, мы отправили его маме кандидат на Кубу. И ребятишки, мальчишки говорили, у вашего сына есть братья. Я из Гондураса, я из Ирана, я из Палестины, я из Болгарии. Считайте нас своими детьми. И посылали живые голоса туда детей и землю с могилы Инрико Вилара. У нас, вы знаете, такая идет поисковая работа. Вот я сейчас занимаюсь архивом, музеем. У меня очень много помощников, почти 40 детишек. И они бы вам сейчас задали вопрос, а кто такие, что за птица Мессер? Над нами Мессеры кружились. Не каждый молодой педагог знает название этой птицы. А ребята хохочут и говорят, да это фашистский самолет. А что такое землянка в три наката? Вы знаете, почему в три? А что это за накаты в землянке? А наши ребята это знают. Так вот, Инрико Вилар. У нас есть документы от его однополчайна, который остался жив. Ведь Инрико погиб, вызывая огонь на себя. И мы потом встречались с его командиром Зоевым. И у нас есть документ, от руки написанный, подлинник, когда его сослуживец пишет своему командиру, а помните тот бой, нам всем дали ордена первой степени. А ведь там еще был смуглый мальчишко, Инрико. Ну, правда, он его называет испанцем. Он же говорил на испанском языке, думали испанец. Дали ли ему орден посмертно? Если не дали, отдам ему свой. Понимаете, какие письма? Так вот, имя Инрико Вилара выбито на месте имени Морещук. Да, были два брата, да, воевали. И где-то в 70-х годах, когда уже доска была в старом здании, она на стене была прикреплена. Детишки кричат мне, Софья Ивановна, там наши приехали. Вообще, кто интернет с нашим? Это просто вот паспорт наши и все. Наши. Я выхожу, смотрю, двое мужчин подходит, один внизу, а второй уже на втором этаже стоит около мемориальной доски и кричит, Алька, буквка А, тут про себя написали, и не поднимает голову вверх. А когда прочитали, что это, оказывается, Алька остался жив, слава богу, но на его имя мы вставляем имя в его Альду. Лиля Коростоянова, известная журналистка. Вся семья Коростояновых детей воспитывалась в интердоме, и не только она погибла в Великой Отечественной войне. Участниками этой войны были ее братья и сестры. Касабов, Петя Жарский. Наш альманах, 365 страниц, назван «Путь в будущее». Дело в том, что поляк Петя Жарский ушел на фронт добровольно. Он уже учился в институте в Ивановском, был круглым отличником, светлая голова, точно был бы ученым. Но когда он прошел подготовку небольшую в Иваново, их погрузили в эшелоны, чтобы везти на фронт, а у нас ведь вокзал совсем рядом, 15 минут ходьбы. Так вот, когда его погрузили в эшелон, он написал открытку всем, 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 что вот он в эшелоне, и что он на фронте и так далее. Под окном бежал мальчишка, он сказал, знаешь, интердом, отнеси. Мальчишка не добежал до интердома, опустил эту открытку в ящик. Но та открытка дошла, у нас есть этот подлинник, а обратный адрес называется «Путь в будущее». Это ж какую светлую голову надо иметь, чтобы написать такие слова. Вот его имя тоже здесь. Трое вонгендеров, мальчишки. Вообще, каждому могу рассказать вам очень много. Они были в Одессе сожжены вместе с матерью в гетто. Гундерман. Исеншнедр Эльвира, национальная героиня Германии. Точно так же погибла, как Зоя Космодемьянская. Кстати, о Зоя Космодемьянской. Мальчик по имени Куртрюм. Пойдемте в музей, я вам фотографию. Пойдемте. 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 Мы немножко перебегаем, потому что начали разговор. Вот посмотрите на этого глазастенького и ушастенького мальчика. Куртрюмлинг, невец по национальности. Его отец антифашист, памятник есть в Германии его отцу. Он также ушел добровольцем на фронт. Прошел через военную подготовку, через училище. И попадает, вы понимаете, немецкий язык. И он попадает под Москву в отряд Зои Космодемьянской. Учил им ее немецкому языку, поскольку это было необходимо. До конца жизни мы дружили с Любовью Тимофеевной Космодемьянской. Она бывала в школе. И у нас есть ее автограф и обращение к ребятам. И, конечно, все очень интересно происходило. Как он попал в отряд. Об этом вспоминал их член отряда Милорадова. Долго жила эта партизанка. И мы с ней тоже дружили и встречались. Курт Ремлик – партизан. Защищал Москву. Погиб. Мы бываем на его могиле. Знаем, где захоронен. И у нас есть классы. Вообще все классы. У нас как бывшие пионерские отряды. Вообще в интердоме мы через Друшлаг-то не пропускаем историю эту. У нас есть дом и у нас есть факт. А все, что происходит за стенами дома, пусть изменится. Но вот такие вещи, как воспоминания об истории интердома, о войне, мы не хотим пропускать. Ни через какие фильтры. Так вот у нас сейчас есть классы, которые борются за право носить имя воспитанника, погибшего в годы Великой Отечественной войны. И есть класс Курта Ремлинга. Из поколения в поколение подрастают дети. Это имя передается. И класс Пети Жарского, и Георга Николаеди, и Коростоянова. Понимаете, вот здесь эти имена живы. Потому что, извините, это не просто учебное заведение. Это дом. А в нормальном и хорошем доме не забывают ни деда, ни прадеда. И мы тоже не забываем. И если мы сейчас говорим, вот интердом востребован. Приезжает один журналист, приезжает второй. Приезжают какие-то официальные гости. Вы знаете, ведь здесь ничего не прерывалось. Родство с китайцами здесь не прерывалось. Ни с болгарами, ни с немцами. Здесь такая сильная корневая система. И я вам скажу, почему она сильная. Не потому что здесь отличная педагогия. Не потому что здесь такой... Не потому что... Потому что национальность интердомовец создавали детям. У которых мозги... Даже не хочу произносить. И у которых сердца все те же детские. И группа крови детская. И это настолько естественно. Вы знаете, как-то я наблюдала в Египте своего внука. Который играл и купался с детьми. Их было человек девять. Оказалось, дети были все разной национальности. Как они щепетали друг с другом. Как они... Я только поражала. Боже, а как они себя понимали? Вот это пример тому, как здесь друг друга понимали дети. И если мы говорим о том, что интердом – это понятие планетарное. Да потому что это создано на таком чистом и светлом детстве. Вы знаете, ученые, которые работают на Поклонной горе. А мы там уже несколько раз выставляемся. И сейчас, кстати, в музее на Поклонной горе выставка. Дети и война и самое большое место там занимает интердом. Я вас приглашаю. Пожалуйста. Третий раз эта выставка продолжается. Поскольку очень востребована посетителями. Так вот, ученые, работающие в этом музее, сказали. А вы знаете, ваши дети спасли интердом во время войны. Потому что те документы, которые мы представили, говорят о том, маленькие дети, сами интердом отапливали, была выделена делянка, и сами пилили дрова и отапливали помещение, сами себя кормили, потому что тот двор, парк, по которому вы прошли, это были сплошные огороды. Они себя обшивали, они переживали холод, они отмывали вагоны на железной дороге, в которых в Иваново привозили раненых. Вы можете представить работу ребёнка в вагоне, в котором привезли раненых? Они выступали в госпиталях, они шили всё, что положено для фронта, они продавали рассаду цветов и овощей. И деньги эти, часть денег даже в танк вошло, на строительство танка в интердоме, уже наговоря на другое. Я вам покажу сейчас одну вещь. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Это конвертик. Дело в том, что в интердоме никогда не было урока иностранного языка. Здесь были уроки родного языка. Дети одного класса, например, шестого, звенел звонок. И расходились португальцы в португальский кабинет, испанцы в испанский, греки и так далее, и так далее. И болгары в том числе. Гончался урок, дети снова собирались в классе и продолжали учёбу. Так вот, была такая болгарская воспитательница, а это были все антифашисты, это были подпольщики, наши учителя родного языка. Так свобода была Гоевна, очень большая была мастерица, и вышивали вот такие вот вещи, отправляли на фронт. Ну, там, наверное, были варежки, наверное, там была шерсть, если были нитки, да? А то мы так привыкли в варежки на фронт, извините, из чего-то связать надо, когда дети сами полуголодные босые ходили, а на фронт варежки. Это ещё надо, знаете, подумать, из чего они их вязали. Вот я вас хочу спросить, Олег, вот как вы считаете? Не так давно я прочитала книгу известного артиста Никулина о том, он же на Ленинградском фронте воевал, о том, как каждый военный день его преследовала мысль. Ему сказали, а почему ты думаешь, что ты жив останешься, именно ты? И он с этой мыслью всю войну прошёл. Так вот, если говорить о том, холодно, голодно, стреляют, и действительно, а почему ты решил, что сегодняшний день тебя не убьют, да? Почему ты так решил? Так вот, нужно ли было солдату вот такой подарок, который ему присылали в посылке? Конечно, нужен. Потому что это мирные краски, которых он уже давно не видел. Потому что это руки детей, и потому что это будущее. Наверное, очень хотелось увидеть снова эти краски, да, и увидеть детей и так далее. И вот поэтому вот один из конвертиков у нас остался с военной парой. Ну что, я должна это экспонатом назвать? Язык не поворачивается. Елена Ивановна, вас ждёт, пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон»